Эх, счастливый 2007 год. Эмма, Блейзер, Наруто Паджетиксу и дымящийся комп. Стоп, что? Не пугайтесь этих кадров, просто на нём играют в Крайзис. Эту бородатую шутку знают абсолютно все. Но ирония заключается в том, что в какой-то момент геймерское сообщество не иронично оценивало мощность того или иного железа именно что по Крузису. Правда, в абсолют это пришло именно после выхода третьей части. Но это не значит, что первая была белым пятном в серии. Напротив, когда он вышел, все были в шоке. Так как на тот момент игра выглядела не просто очередным шутером или первым фар-крайем, но в нано-костюме. Crytek сделали Крайзис на CryEngine 2, нихрена сискороговорка, которая в своё время выглядела, мягко говоря, охренеть, как круто. Разрушаемость, реалистичный свет, да даже рендер океанчика какой, ммм. Переводя на современный язык, выглядела хайпово. И, в общем, сегодня мы вспомним, а что такое было этот ваш Крузис, который, на моё удивление, даже сейчас немного доподлагивал. Зря смеетесь, это на 40.90 так. Так, представьте, что на более слабых комбудахтерах творится. Игра начинается с, конечно же, выбора сложности. Тут я хочу ваше внимание обратить не на то, что вот мы выбираем, враги будут тупыми или умными, нет. А на то, что главная фишка максимального уровня сложности, это то, что противники не говорят на русском. Не особо понимаю, как это влияет на сложность игры, да и бог с ним. Вторая важная вещь на последнем и предпоследнем. Наш нано-костюм не отображает врагов, которые попали по нам. Вот таким красным контуром. И это капец, как влияет на игру. Потому что про врагов здесь лучше всего подойдёт выражение «гуки на деревьях». Ну, или то, что они везде. Нет, реально они везде. Конечно, есть и другие фишки, которые меняются в зависимости от уровня сложности. Там, бинокль, хут. Но я рассказал про то, что больше всего мне приглянулось и запомнилось. Ахм... Так это... Игра начинается с того, как правительство США в августе 2020 года отправляют американских спецназовцев с кодовым именем Raptor Team Вот вам весь состав, мы если что играем за этого челика. В Линкшан, который заблокирован солдатами КНДР. Главная же цель американцев — спасти археологов, которые нашли на острове что-то из разряда «лучше бы не находили никогда». А корейцы? Ну что корейцы? Они плохие. Поэтому взяли наших археологов-заложники и сказали «Работать! Искать мне могущество! Я плохой кореец! Меня звать Кхон!» Естественно, отправлять такую маленькую команду из пяти человек, хоть и профессионалов, против целой армии — не самое разумное решение для правительства США. Поэтому членам Raptor Team выдали нано-костюмы, которые дарят владельцу суперсилу, скорость, защиту и невидимость. Это словно хищник со своими научными прибамбасами, но американский хищник. Оказавшись у острова, первичной целью было добраться до судна «Лускакол», ведь с него шел сигнал бедствия. Вот только посадка у команды вышла, так сказать, не самая удачная. Поэтому их первая цель немного изменилась, теперь нужно собраться вместе. А еще разобраться с тем, почему панцир этой черепахи кручена на костюма. Естественно, нашу посадку и то, как мы мутузим черепаху, замечают корейцы, и начинается стрельба. Только вот недолго, мы их быстро положили. А что с их, походу, не до конца положили. Вот же притворчики. Вообще, у меня в этом прохождении было много багов, но самый абсурдный — это момент, когда я взял убитую курицу, а она начала крутиться, а-ля спиннер. И ладно, нож, бабочка или курица в данном случае, чего удивительного-то? Она мне урон начала наносить, понимаете? Курица сильнее, чем корейца. Ну, в 2007-м это, наверное, было модно. После того, как мы разобрались с лицами корейцев и курицей, мы связываемся с другой частью команды. Оказалось, что одному из них уж слишком не повезло с посадкой, а именно Ацтеку. Он запутался с тропами парашюта в ветках и просит о помощи. Все такие, ха-ха, вот же ты недотёпа. А дальше, по всем законам жанра, резкий крик, шум, взрывы. И, соответственно, когда команда пришла на место, она нашла не Ацтека, а его остатки. Чёрт, никогда не привыкнул. Слушай, удобно. Вообще, костюм, технологии здесь — это что-то с чем-то. Как было сказано, в нашем наносьюте есть пять режимов. Самый первый — это... Максимум скорости. Привыкайте, это часто будет мелькать. С ним мы бегаем, как на спидах. Максимальная сила — мы сильно бьём и высоко прыгаем. Защита — ну, это понятно, считай, броня. Затем мы можем вешать обвесы на любой ствол. То есть, с костюмом мы получаем скиллы из тачки на прокачку. И последнее — стелс. Тут, думаю, и так всё понятно. Враги нас не видят, но интересно, что если на вашем стволе имеется фонарик, то от стелса толком мало. Есть и другие мелкие фишечки. Режим ночного видения, выделение противников, бинокль. Вот только последние два включаются и отключаются, или даже меняются в зависимости от уровня сложности. К слову, знаете, что меня удивляет в этом костюме? Он не решает главную проблему у вот нашего солдата. Боеприпасы! Сейчас я вам расскажу историю, она максимально абсурдна. Во-первых, я просрал больше половины пуль в начале игры на черепаху. И такой уверенный бежал стреляться, и потом понял, что пуль нет. Так что мне сразу пришлось выкупать за стелс, за ближний бой и за воровство автоматов. Ну, или же за сбор. Но это очень важно. Боеприпасы с пушкой автоматом не собираются, когда мы проходим по ним. За этим следить надо. Иначе будете, как я, стоять у джипа и надеяться, что противник вылезет. А он вылезет, потому что с пулемета в упор не попадет вас. В общем, казуалы, идите отдыхать. Это игра для настоящих мужиков, которые собирают боеприпасы. Как вы понимаете, я очень быстро к этому подпривык. Поэтому без особых проблем добрался до места встречи со своим отрядом. На котором, кстати, мы нашли тот самый кораблик, покрытый льдом. И что интересно, находящийся в нескольких километрах от ближайшего водоема. Немного аномально, но, думаю, есть логическое объяснение. Не, Шрек, я никуда не хочу. Стоп, подожди, Шрек? Тогда погнали. В общем, походу, у нас игра не про мирных пришельцев, а про плохих и некрасивых. Типа, как в чужом. Короче, побежали спасать нашего друга. Но сначала... Папа, откуда у тебя такой классный ножик и ВП Драгон Лор? Ух, сынух, ты не поверишь. Я просто открывал кейсы на Эпик Дроп. Ты прав, не поверю. А зря, ведь именно там ты сможешь найти много крутых кейсов с хорошей подборкой дропа. Да и еще к этому на сайте вышла операция Road to Knife. И какие там приколы? Первое. Халява для вас, друзья. По ссылке в описании вы бесплатно получаете билет операции, тем самым сэкономив 600 рублей. А там, между прочим, на 15 уровне вы получаете гарантированно перчатки или тайные АВП. И чем дальше, тем больше. На 60 вообще можно взять крутой ножик. Второе. Это новые 19 кейсов, где вы получаете очки за их открытие. А попадая в топ-10 за день или в топ-10 за ивент, вы сможете получить дорогие призы. И третье. Тоже халява. Бесплатный режим Дефьюз Хира. Где вам надо просто-напросто разминировать бомбу. А за победу вы получаете призы. Прикольная штука. Согласен. По старинке промокод на экране и ссылка в описании. А мы возвращаемся к ролику. Пробежавшись немного по реальным офигительным джунглям, мы находим изувеченное тело шута. В плане нашего друга, которого унесли. Это его кодовое имя просто. Тут мы узнаем больше о раскопках, об археологах и выясняем, что одного заложника держат в деревне. Добираясь до туда, я выкупил за несколько вещей. Во-первых, нельзя просто ехать через корейцев на машине. Нужно или пробираться аккуратно в стелсе, или кончать с ними сразу. Ведь тени отстают вообще и будут бежать за вами даже с другой части карты. Ну и второе, враги тут по уму, как в первом Far Cry, а значит они всегда знают где вы. Куда идете и подкидывать им бананы, дабы переиграть умом. Бессмысленно. Ну и еще прятаться в картонных укрытиях не стоит, ведь тут разрушаемость хорошая, напомню. Ломается все, кроме, сейчас прожжетесь, кустов. Их даже и вертолет прострелить не сможет. Поэтому, если вдруг у вас нет РПГшки, то можете не стреляться с вертиком, а просто добежать до следующей точки через кусты. Вам никто ничего не сделает, будьте уверены. Прибыв в школу, мы находим того самого заложника, им оказывается агент ЦРУ. Она рассказывает, что сигнал с корабля того самого никто не посылал. Все в шоке, я в шоке, она в шоке. А вот этот типчик по имени Псих, после микродопроса, отправляется с ней в зону эвакуации. А мы же двигаемся искать еще одного члена экспедиции. Но находим пару корейцев и его замерзший трупешник. Ммм, да, выглядит скверно. Но не так это ужасно, как стреляться с корейцами в джунглях, поверьте мне. Понимаете, друзья, в чем прикол? Они меня видят, а я их нет. И это при том, что вроде нано-костюм у меня. Режим стелса там. Но знаете, обычная камуфляжка выглядит полезнее в боевых условиях. Не знаю, в чем была проблема покрасить нано-костюм. Ну или добавить функцию хамелеона, чтобы можно было выбрать один из нескольких дизайнов. Хотя кого я обманываю, все равно бы выбрал какой-нибудь стиль а-ля Хэллоу Китти. Похоже, опять глушилка, надо найти и уничтожить. Пробравшись через орду корейцев, мы встречаем пророка. А он такой, в общем, я должен тебе сказать одну важную вещь. Я... Да, появляется робот и таскивает шефа в неизвестном направлении. Грустно, конечно, но грустить некогда, ведь на замену пророку приходит сраный вертолет. Чтобы вы понимали, когда в этой игре появляются танки, мы всегда находимся около склада с РПГхами. Когда появляется вертолет, мы находимся в самой неудобной для себя позиции, без каких-либо боеприпасов рядом. Я на стриме, как идиот, третьей игры бегал от него и не мог убить, соответственно. Мне говорили, там в домиках оружие, Макс, беги. Но их не было, да я даже умудрился забагать вертолет, чтобы тот вылетел за карту. Но, слава богу, были кусты, которые, как вы уже знаете, равно неуязвимость в Кразисе. Только так и выживал. И, по сути, что у нас выходит? Мы еще не выяснили, что за херня происходит на острове, а у нас уже минус три члена команды. Это перспективненькая миссия, че сказать. Двигаемся дальше. Наш герой Номат прибывает к месту раскопок, но находит там только одного доктора Розенталя. Того, кто и начал изучение здешних мест. Мы видим, как он пытается убедить генерала Кхона не совершать никаких действий с находками. Но у нас же злой кореец тут. Американцы уже тут, мы успевать, изучать быстро надо. Я хочу силы могущества. Что я наделал? Обнаружено заражение. Система эвакуации включена. Да черт побери, кто вообще дома держит инопланетные машины? Вот взорвалась она и теперь вечная зима вокруг, шо поделать? Ни один кондиционер это не выправит. А нас же спасает от взрыва нано-костюм. Без этого в списке трупиков бы прибыло. Казалось бы, после увиденного герою надо быстрее бежать к храму, к остальным археологам. И остановить изучение непонятно чего, но того, что потенциально может уничтожить человечество. Только знаете, друзья, Номаджи не может это сделать самостоятельно. Хотя до этого делал, по сути. И тут начинается полномасштабное вторжение военных сил США. Звучит очень круто, интересно. И давайте вы им честны, данная часть игры вполне могла стать изюминкой Крайзиса. Если бы не была такой унылой. Вторжение выходит не особо удачным у США. И главначальник там говорит, что Никакой помощи, потому что у них есть ПВО. Снесите им вообще все, что можно. Уничтожьте танки, уничтожьте половину людей. И тогда мы вам поможем. Ну и мы начинаем делать все то же самое, что было до, только в больших количествах. Заодно узнаем, что у корейцев тоже есть ребята с нанокостюмами. Но эти нанокостюм хуже американских, потому что дядюшка Сэм делает все самое лучшее. И с одной стороны ты сидишь такой Е-Американ, Грейт Бриттен Инглэнд. Но это особо не успокаивает тебя. Ибо прибить корейцев в нанокостюмах действительно тяжело, чем всяких рандомочей. Но не подумайте, в этой части со вторжением есть и положительные моменты. Например, на танке кататься весело. Только вот он получает значительный урон даже от самого мелкого Бобика с РПГшкой. Поэтому следует с нулевой при фаером ракеты выдавать в потенциальную цель. Хотя, как бы то ни было, это все равно разбавляет игру, следовательно, лайк. Дальше же что происходит? Мы наконец-таки добираемся до места раскопа, где и находится вот эта вся инопланетная привлудина. А еще там штаб КНДР. Только вот придя на место, оказалось, что появилась третья сторона конфликта. Сраные пришельцы, да, друзья? Причем руководство американских войск восприняло это как шанс забрать точку. Гениальное решение. Ладно, позицию мы-то заберем. А с пришельцами что дальше делать? Впрочем, об этом будем думать позднее. Пока что нужно добраться до так называемого храма. Блин, это оказалось проще, чем я думал. Так, вот и убийца, который положил моих людей. Спасибо, что пришел. Перед нами генерал КХОН. И он одновременно супер тупой и гениален. Гениален в том, что не каждый смог бы поймать человека в нано-костюме. Тупой, потому что просто по приколу оставляет нас в живых. Так еще и понимая, что НЛО перед ним это нескончаемый источник энергии, не собирается все обдумать, оценить риски. КХОН просто просит ученок запустить цепную реакцию. Только вот один начинает ныть, типа подумай, и да, он с ним кончает. Теперь из ученых у него в заложниках только вот эта женщина. Она, кстати говоря, дочь Резенталия, зовут ее Елена. И напомню, что ее батя умер именно что из-за торопливости КХОНа. Ну вообще из-за нас, но давайте просто перекинем на корейца всю вину. Да, мужик, от нее импакт будет бешеный, в случае чего уверен. Ну а теперь, ребят, внимание, вопрос. Что с таким лидером могло пойти не так? По какой-то причине от энерговолны погибают все в округе. Кроме ключевой троицы. Видимо, потому что у спецована на костюме были, не знаю, чипы паленые. И генерал КХОН не находит ничего умнее, кроме как взять пулемет и начать стреляться против нас, чувака. Который до этого одно лицо целую армию ушатал. Я КХОН, я не думать, я стрелять и делать пуль-пуль. Он умирает. Кто-то удивлен? Вот только все вокруг обваливается. И если Елену вытаскивают, то у нас путь один. Отправиться в этот храм и попытаться выжить. Я в каком-то туннеле или пещере. Стены похожи на кристаллический камень, но более правильной формы. Оказавшись внутри, мы понимаем, что по архитектуре перед нами корабль пришельцев. Плюс, судя по дизайну, походу кто-то вдохновлялся гигером. В этом я согласен с инопланетянами, он талант. Спустя совсем немного времени, Номад обнаруживает и самих пришельцев, настроенных, понятное дело, недружелюбно к нам. Так мы к ним тоже не в нарды пришли играть? На! Увидев всю жесть, всю силу, которую активировали по незнанию корейцы, Номад немного посидел, но в конце концов, выходит на белый свет и сообщает информацию своей команде. Несложно догадаться, теперь всем похрен на корейцев. Появилась новая проблема, вторжение пришельцев, которое походу уже началось. Только посмотрите на старые красивые джунгли, они покрыли снегом. Прям фильм «Послезавтра» в миниатюре. А ещё повсюду вот эти машины летающие. Короче, отдохнуть после задания точно не выйдет. И во всей этой суматохе из ниоткуда выпрыгивает пророк. Дадим этим уродам отведать их собственного. Вопросов, конечно, много. Как он выжил, что он здесь делает? И почему у него инопланетная пушка в руках? Но не до вопросов сейчас, ребята, ведь есть дела поважнее выжить. А ещё проблема. У пророка нано-костюм сломан, поэтому он сильно замерзает. И нам надо его не просто защищать, а доводить до горящих машин при этом, чтобы тот согрелся. Как это спасает его жизнь при минус 130 по Цельсию, я не знаю. Но да бог с этим. Выбравшись из холодной точки, мы отправились в мини-холодную, где нашли остатки солдат. Мы с ними объединяемся, собираемся и пытаемся свалить с острова попутно, спасая ту же самую Елену. Не повезло ей с эвакуации, в аварию попала. На этом месте мы красивенько отстреливаемся, офигеваем с нашей крутостью и всё такое. А потом появляется эта штука и гасит всех с одного удара. Ммм, да. Надо убегать, короче, походу. Улетай отсюда, Крис. Это моя добыча. А как же вы, майор? Я морпех, сынок. Я по воде пройду, если надо. Ты дело сделал. Теперь вали отсюда, пока я их отвлекаю. Жёстко отвлёк, брат. Но, видимо, это помогло, потому что пришельцы охренели и забыли про нас. Казалось бы, всё. Мы улетаем с острова и будем думать, что и как делать потом. Но вот ситуация какая. Пилота нашего грохнули. И герою ничего не остаётся, кроме как занять его место. Причём его задача теперь не просто вылететь с острова, а ещё спасти остатки солдат. Но, если что, можно их и кинуть. Ведь это лишь доп. задача. Ой, как удобно. Ну и как я вам? Вы всё ещё живы, лейтенант? Ты молодец. И вот мы подходим к так называемому финалу. На авианосце все выдыхают. Ведь выбрали с острова. Ура, мы живы. Начинается разбор полётов. Нома двигается в технический отсек, чтобы умники сняли данные с его костюма. Вы же не забыли, где мы были? Прямо в сердце гнезда этих инопланетных созданий. Попутно Елена Розенталь рассказывает про то, что эти твари питаются энергией из любых источников. Поэтому для них наш мир словно шведский стол. Но есть и хорошая новость. Наш нано-костюм имитирует сигнал пришельцев, но только в плохую сторону для них. Он должен нарушать работу инопланетных механизмов. Естественно, команда обсудила и пророка, ибо тот ведет себя не очень адекватно. Будто пришельцы там что-то сделали с его головой. Знаете, такой двойной агент. Но эти мысли отпали сразу, ибо после проверки он взял пушку и полетел обратно на остров херачить с врагами. Его даже не смутило, что высшее командование собралось выдать ядерный удар по острову. Стоп, они же питаются энергией. Не будет ли удар ядерным оружием для них этаким кофе без сахара на утро? Аааа, будет. Пришельцы начали атаковать авианосец, и довольно успешно, скажу я вам. Они моментально перехерачили большую часть состава и техники. Никто не знал, как с ними сражаться. Даже мы, пытаясь им ответить, часто могли оказаться заледеневшими. В общем, ситуация страшная. Кроме же сражений, Нома двигается по кораблю и включает все, что можно включить из питания. А еще попутно выслушивает маразм адмирала. Я не покину корабль, черту приказы. Никто не уйдет. Мы останемся здесь и будем сражаться. Самое забавное, что когда его убивают, то у него сразу меняется позиция. Номат, ты должен вытащить этих ребят. Дед ебаный, выпей уже таблетки, нас скоро всех убьют. И кстати, скажу я вам, что на корабле экшона хватает. Мы под излучением чинили реактор. И в багнутые места пролетали багом, ведь иначе игра просто не продолжится. И попробовали сражение ядерную пушку. Причем против вот такого огромного корабля пришельцев. Правда, уровень тут больше напоминал жить-жить-жить, стоять в инвизе, выстрелить, бежать, жить-жить-жить, стоять в инвизе и по кругу так. Да и при этом, по сюжету мы бы ничего не смогли не быть рядом Елены, которая имитировала тот самый противный для них сигнал. В конце концов, после микро победки, Номат отступает с психом и Еленой. Понимая, что это только начало, возможно, конца. Да, они перебили множество пришельцев, ну а что, если это их самая маленькая часть? Да и не сказать, чтобы человечество сейчас победило. Скорее убежало, хотя бы в каком-то количестве. И все-таки рефлексируют, но считают то, что надо попытаться победить их здесь и сейчас, ибо, возможно, следующего шанса не будет. А тут еще они узнают, что пророк, оказывается, выжил. В общем, они возвращаются на остров. На этом игра заканчивается. Ну что сказать, это охренительная игра. Да, есть определенные вопросы к сюжету и искусственному интеллекту, но все это меркнет на фоне того охренительного визуала и экшена, который творится вокруг. При этом к этому всему добавьте и разрушаемость, ты прям чувствуешь себя в самом эпицентре событий. А нано-костюм это замечательная фишка, которая увеличивает все, что у нас уже есть, раз в 10. Если вы не играли в первый край, сбегите прямо сейчас. Скачайте, покупайте, в зависимости от того, есть ли возможность. И наслаждайтесь приключениями Номада. Играйте в хорошие игры. А я пойду примерю свой нано-костюм. Удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok